МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир Первого Ярославского продолжает проект в тему. В студии работает Маргарита Шевченко. И сегодня гостем нашей студии стал кинорежиссер, основатель и художественный руководитель детского киножурнала Компот Владимир Вобликов. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Владимир, в этом году детский киножурнал Компот начинает свой юбилейный пятый сезон. Все верно? Совершенно верно, абсолютно. Пять лет – это уже такая серьезная первая дата. Что за это время уже было сделано? Заебайте пальцы. Я шучу. Ну, правда, много что мы сделали. Помимо того, что мы работаем с детьми разного возраста, там от шести и выше, как я говорю, от пионера до пенсионера, мы снимали раньше скетчи формата «Яролаж», скажем так. Такие коротенькие истории. Коротенькие, маленькие истории, да, все верно. Вот. Мы… У нас есть свой кинофестиваль «Золотая слива» кинотеатральный. У нас есть свой кинолагерь в Крыму, который мы проводим. У нас много побед, очень много побед. Это фестивали всевозможные, международные, российские, в Европе даже были, во Франции. Поэтому много-много чего делаем. Это здорово. Да. Ну, то есть получается, что помимо коротеньких скетчей, маленьких таких киноисторий, это еще и спектакли. Спектакли, да, все верно. Это и короткометражные фильмы. И все, и во всем этом участвуют как взрослые, так, ну, самое главное, это дети. Да, ради них все и делается, конечно. Ну, а вот последний год пандемийный был достаточно… Мы говорим «крайний». Крайний, крайний год, да, совершенно верно. У киношников нет слова «последний». Крайний год, он был достаточно сложным. У вас как-то это замедлило работу? Или все-таки, наоборот, какой-то толчок? Ну, вы знаете, я, наверное, сейчас совру, если я скажу. Да нет, все классно. Конечно, нет. Конечно же, было очень сложно. Особенно, конечно же, особенно когда закрывали всех локдаун, вот это слово модное. Когда закрывали всех на локдаун, конечно, было сложно. Мы выходили из положения, конечно, как могли. Мы проводили в Зуме занятия. Ну, я сразу сказал и детям, и родителям, что, ну, по большому счету, это такая немножко профанация получается, потому что творчеством невозможно заниматься по компьютеру. Вот. Мы держались сколько могли, мы додержались до конца, вот, вышли. И пока мы там сидели на пандемии, мы продумали разные иные формы, скажем так, да, продукта. Несколько другие продукты продумали. Например? Например, сейчас расскажу. Вот, если, например, если мы начинали с классического, так сказать, давайте сказать, яралаша, да, вот, то мы нашли другую форму уже. Это такой современный скетч-ком, да, в котором есть постоянные герои в постоянных локациях, которыми каждый раз что-то происходит. Проект называется «Студия Компот», уже немножко другое, да. Вот, также вот в этом году мы отсняли, между прочим, интернет-сериал. А это что? Это что за жанр? Это абсолютно обычный сериал, да, ну, только с нашей, там, тематикой определенной, драматический причем, да, он не комедийная история, это получилось. Единственное отличие, что там очень все сжато, и каждая серия 7-10 минут идет, вот. Вот, то есть мы отсняли такой хороший сезон, первый сезон, конец игры называется, вот, рабочее название. И вот планируем сейчас вот в октябре, планировали в сентябре его выпустить, но из-за того, что мы сейчас, у нас сейчас еще больший проект, сейчас я про него расскажу отдельно, сейчас идет, мы немножко физически не успеваем, потому что очень жаль, что все-таки в сутках 24 часа. Поэтому нам бы хотя бы раза в два побольше, и было бы все просто отлично, вот. А я даже сейчас, наверное, предугадаю про проект. Слышала, что у вас студия, у студии появилось новое помещение. Вас уже можно поздравить с новосельем? Да, да, можно, поздравляйте, потому что действительно для нас это огромный, скажем так, шаг вперед, поскольку, ну, чтобы вы понимали, мы до этого сидели, как мы себе называли, дети подземелья, в подвальчике, вот. Подвальчик, мы его обожали, и до сих пор я очень люблю этот подвал, вот, но это подвал, это все равно подвал. Это очень маленькие потолочки, это 106 квадратных метров, и мы все как-то вот бочком-бочком там ютились. Сейчас у нас помещение в центре города, по общей площади 330 квадратных метров, там было 106, здесь 330. Потолочки у нас сейчас 4 метра, у нас окна выходят на улицу Первомайскую, просто мы очень счастливы. Вообще, вот, ну, как к вам в вашу большую семью попасть? Вот, вот, правильный вопрос, потому что именно для этого и проводим кастинги. Вот, можно позвонить там к нам в студию, записаться на удобное время, на удобный день, и, пожалуйста, подготовить басню, естественно, да, и вы приходите, там у нас сидит целый худсовет, так сказать, мы отсматриваем и определяем, вот, как мы дальше с вами живем. — Ага, то есть, в принципе, это такая первая ступенечка, чтобы оценить вообще, могу я на этом поприще вообще развиваться или не стоит. Но, а каких, скажем так, итогов на кастинге больше? Ну, много у нас в Ярославле талантливых ребят? — Очень. Правда, очень, потому что, ну, что вы подразумеваете под словом «талант», да, это же целую, можно дискуссию развести. На самом деле способных, одаренных ребят действительно много. Ну, тут я даже душой кривить не буду. Действительно много, есть хорошие ребята, прям совсем хорошие. Есть те, кто очень хочет, значит, скоро будет хорошим, поэтому тут вариантов у нас много. — Главное, не стесняться себя показать. — Такие тоже приходят, но очень короткое время, и думаешь, это вот этот ребенок, который стеснялся? Да ладно, да нет, а вот это он. — А какие планы в перспективе? — Планы у нас, ну, вообще, юбилейный год у нас вообще-то, пятый год. У нас вот 20 января нам исполнится пять лет. Целых пять лет уже. Мы уже, вот, можно сказать, на ноги встали и начинаем делать свои шаги. — Ну, это первый серьезный рубеж. — Да, первый серьезный рубеж, согласен. Вот. И, соответственно, постановки, съемки. Вот дополнительно в студии у нас в этом году новые предметы. Например, история театра, история кино. Да, мы долго к этому шли, но не могли в своей вот этой комнатушке, коморочке это все дело, значит, проводить. Также у нас начинаются курсы кинооператоров, сценаристов. Будут два набора. Детская группа, взрослая группа на операторов. И также на сценаристов. Детская, взрослая. У сценаристов будут питчинги, куда мы будем приглашать, это конкурсы сценарные, куда мы будем приглашать продюсеров. Также будем сами отбирать для своих каких-то съемок, да, понравившиеся нам работы. Потом это все будет уходить на питчинги всероссийские. Вот. Операторы тоже будут, по нашей задумке, получать практику на съемочной площадке, на профессиональной. То есть мы вот доросли. Киношкола, в общем. — Да, уже больше не студия, а, получается, настоящая киношкола. — Это здорово, что у нас в нашем небольшом городке есть такие возможности у ребят себя развивать и актерское мастерство получается, и сценарное дело, и получается еще и операторское дело. — Совершенно верно. — Ну, это здорово. Владимир, я поздравляю вас с началом пятого юбилейного сезона. Пускай он будет еще ярче, чем предыдущие. И спасибо за интересную беседу. — Спасибо большое. Спасибо. — А я напоминаю, что гостем нашей студии стал кинорежиссер, основатель и художественный руководитель детского киножурнала «Компот». В студии работала Маргарита Шевченко. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова